Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. В сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим, как продать советские бумажные деньги. В местах, где собираются коллекционеры, на сезонных ярмарках, антикварных салонах, среди редких старинных банкнот, залежи советских бумажных денег, просто потрясает количеством и выбором. Новички, явившись сюда, робко рассматривают эти россыпи и порой не решаются достать те банкноты, с которыми явились для обмена или реализации. После такого зрелища кажется, что ценных экземпляров среди советских денег нет. Но мнение это весьма ошибочно. Чем старше возраст банкноты СССР, тем больше шанс, что ее можно выгодно продать. Давайте разберемся, как самому оценить советские бумажные деньги. Прежде чем пытаться продать старые советские банкноты, нужно узнать их примерную стоимость в текущем состоянии. И отобрать из общей массы бумажных денежных знаков те, что встречаются пореже. Правило. Чем старше год выпуска банкноты, тем она дороже. К сожалению, действует для бумажных денег СССР не всегда. Быструю оценку могут дать различные справочники. Например, ознакомительное пособие клады в вашем доме не только свело приблизительную стоимость банкнот в единственную таблицу, но и выделило самые ценные позиции банкнотных линеек разных лет. Дорогой зритель, для детальной оценки с учетом степени сохранности и разновидов потребуются каталоги. Для примера, выделим такие издания, как бумажные денежные знаки России, государственные выпуски с 1769 года, или же бумажные деньги России, конрас информ, и каталог банкнот России с 1769 по 2019, разновидности, стоимость, водяные знаки. Эти издания помогают понять редкость конкретной советской банкноты. Слепо верить цене, обозначенное в каталоге, не стоит. Например, украинское издание «Полный каталог бумажных денежнаков» и «Бон России, СССР и стран СНГ», автор Рябченко и Будко, определяет стоимость любого из государственных казначейских билетов образца 1961 года в 1,3 и 5 рублей в 1 доллар. Друзья, на самом деле ни в России, ни в Украине эти банкноты столько не стоят, если речь не идет об исключительной сохранности или позиции из числа редких экземпляров. Рыночную стоимость банкноты проще всего понять, если проследить, по какой цене ее продает интернет-платформа. Ориентированные на коллекционеров Зная год выпуска и номинал банкноты, это не займет много вашего времени. Для примера, поищем банкноту «Три червонца» 1937 года на одном из известных аукционов. Предварительно надо сделать выборку по признаку «Купить сейчас». На первый взгляд, показанный на ваших экранах разброс от 372 до 9300 рублей не позволяет узнать актуальную рыночную цену. Но если уверенно ориентироваться в степени сохранности каждой боны, градация состояния банкнот будут приведены далее, множество вопросов сразу отпадет. Сразу отсечем те из бумажных денежных знаков, которые у вас не купят ни коллекционер, ни антиквар. Речь идет о банкнотах с надрывами или утратами. Конечно, если у вас на руках Екатерининская ассигнация первого выпуска 1769 года, то ее будут рады купить даже в частично сохранившемся состоянии. Однако цена будет ниже каталожной на порядок, а то и на два. Кроме исключительно редких экземпляров, рваные боны коллекционеров не интересуют. Очень непросто продать любые банкноты образца 1961 по 1992 года. Длительный переход, находившийся в обращении. На ваших экранах не постановочное фото, а шахтные деньги. Банкноты СССР изъятые из обращения и захороненные в старых шахтах. Предприимчивые граждане расконсервировали несколько таких шахт, вытащив на поверхность чуть ли не тонны старых бумажных денег. В результате таких действий пачки 100 штук и кирпичи 10 пачек в единой упаковке или 1000 штук попали на рынок антиквариата. За пачку 1000 рублевых купюр 1991-1992 годов продавец просил 950 рублей. Вроде бы 95 копеек за штуку. За пачку 500 рублевых 1550 рублей. Чуть выше стоили 200 рублевые боны 2500 за пачку или 2 рубля 50 копеек за штуку. Номиналы поменьше продавали еще дешевле. Например, пачка 50 рублей стоила 650 рублей. А банкноты от 3 до 25 рублей можно было купить по 60 копеек за бону, если брали от 5000 штук и выше. Шахтные деньги обладают стойким, едким запахом, который не исчезает даже после длительного хранения. Поэтому опытные коллекционеры отказываются иметь с ними дело. Вывод. Любая из банкнот Государственного банка СССР, находившаяся в денежном обращении постсоветской России, вызывает интерес только в идеальном состоянии или очень близком к нему. Давайте сразу проясним, что же такое это идеальное состояние, как и для любой редкой монеты цена боны напрямую зависит от ее состояния. Существует гордация на 10 степеней сохранности, но к коллекционным относят лишь 4 из них. Первая степень – это исключительное состояние. Это бона в идеальном состоянии, которое не имело хождения. Вторая степень – очень хорошая. Бона без потертостей и существенных сгибов. Практически не имело хождения. Третья степень – хорошая. Бона без потертостей и утрат с небольшим количеством сгибов после краткого периода обращения. И четвертое – это удовлетворительное состояние. Бона многократно согнутая, сильно потертая, но без особых утрат после длительного периода обращения. На ваших экранах приведен фрагмент каталога «Конрос» с указанием цены в американских долларов для степени сохранности хорошая. Для советских бон ранних лет выпуска «Конрос» выбрал степень сохранности удовлетворительную. Банкноты позднего СССР оцениваются этим каталогом только в состоянии исключительного. А вот это фрагмент книги «Бумажные денежные знаки России» государственные выпуски с 1769 года, где показана цена до четырех степеней сохранности. Идеальное состояние банкноты также обозначает пресс. Если при сильном увеличении заметен хоть один разлохматившийся уголок или намек на сгиб, то это уже более низкая степень сохранности. Приведу несколько примеров редких и дорогих банкнот СССР. Из ранних советских выпусков можно выделить старшие номинары государственных денежных знаков образца 1922 года. Каталог «Конрос» еще в 2014 году оценивал банкноту «5 тысяч рублей в 600 долларов США», а банкноту «10 тысяч рублей в 650 американских долларов». Расчетные знаки РСФСР образца 1920 года введены в обращение декретом от 15 сентября 1921 года для повсеместного хождения ввиду острой нехватки крупных номиналов. Старший номинал этой линейки попал в популярную песню тех лет «Залетаю я в буфет, ни копейки, денег нет, разменяйте 10 миллионов». А младшая Бона из-за характерного желтого цвета получила прозвище «Лимон». В разговорную речь оно вернулось только в 90-х годах, по-прежнему обозначая миллион. Среди старых бумажных денег РСФСР выделяются банковские билеты образца 1922 года. Больше они известны как червонцы. В отличие от совзнаков, подверженных гиперинфляции, червонцы представляли собой крепкую и устойчивую валюту, обеспеченную золотом. Изображения на них печатали только с одной из сторон. Защищал червонцы от подделок сложный локальный водяной знак. Наиболее редкая Бона достоинством 25 червонцев. Государственные казначейские билеты СССР образца 1924 года начали печатать в сентябре 23-го для предстоящей денежной реформы. Золотые рубли были трех номиналов – 1, 3 и 5 рублей. Рублевые купюры позже еще допечатывали, а вот трехрублевки и пятирублевки сильно выделяются ценой среди старых банкнот, так как они довольно редки. Их цены порой превышают 100 тысяч. Покупать такие боны следует очень осторожно, так как рынок наводнен подделками, у которых даже присутствует имитация водяных знаков. Ценятся у коллекционеров всевозможные отклонения от норм. Например, каталожная цена 30 рублей из линейки софтзнаков 1919 года в 25 раз выше рядового экземпляра. Есть ли аверс перевернут по отношению к реверсу? Водяной знак – наиважнейшая особенность любой банкноты. В зависимости от вида водяного знака стоимость боны может сильно различаться. На ваших экранах показан фрагмент каталога для расчетных знаков РСФСР образца 1920 года. Друзья, можно упомянуть еще так называемые переходные серии для банкнот 1991-1992 года. Билет Государственного банка СССР одной и той же серии может отличаться ценой на порядок в зависимости, какой водяной знак – Ленин или звезды на нем присутствуют. И есть ли на банкноте при этом дополнительные элементы – локальный узор и новая дата. Перед вами обычная 10-рублевка, которую продать невозможно. Однако владелец догадался посмотреть ее на просвет и обнаружил сюрприз – перевернутый водяной знак. Больших денег эта банкнота из-за ее состояния не принесет, но есть вероятность, что ее купит коллекционер, интересующийся разновидностями. А вот здесь добыча посущественнее. Так называемый двойной брак. Во-первых, номера Боны отличаются. Во-вторых, интересна последняя цифра верхнего номера. На первый взгляд это не пропечатавшаяся семерка, но нет, перед нами интересный сбой нумератора, когда по банкноте ударил не фрагмент с номером, а промежуток. Вверху – основание двойки, внизу – острый кончик единицы. Разбирая пачки денежных знаков, друзья, всегда стоит следить за номером и серией. Одинаковые цифры в номере фантастически увеличивают цену боны. А стартовая серия или серия замещения тоже влияет на стоимость. Уважаемые зрители, собирательство образцов можно назвать отдельным направлением боннистики, но разносторонний коллекционер стремится дополнить полный комплект разновидностей и банкнотой-образцом. На таких бонах существует диагональная надпечатка слова «образец» или оно выполнено перфорацией. В большинстве случаев, но не всегда, подобная надпечатка или перфорация существенно увеличивает стоимость банкноты. Также подписи важны не только для царских банкнот, но и для советских выпусков. Показанная на ваших экранах банкнота «Три червонца» 1924 года имеет подпись председателя правления Госбанка СССР Шейнмана. В 1928 году, когда печать эмиссии червонцев уже почти завершилась, его на этом посту сменил Пятаков. Банкнота с подписью Пятакова стоит примерно в 4 раза дороже, чем с подписью Шейнмана. Боннисты коллекционируют не только банкноты, но и другие предметы, которые исполняли роль денег. Нет, речь не идет о россыпях старинных монет, однако в различные эпохи, в том числе и в советскую, печатались их заменители. Достаточно вспомнить отрезные круизные чеки, которые заменяли валюту советским гражданам во время путешествий в другие страны. Одна копейка 1961 года может быть не только латунной, но и бумажной, и стоит такая копейка гораздо дороже своей металлической сестры. Еще немалую ценность имеют облигации государственных займов ранних лет, которыми страна порой выдавала часть зарплаты. Но это не относится к советским облигациям 1982 года и российского выигрышного займа 1992 года. В первом случае государство не успело их погасить из-за распада. Россия частично выплатила компенсацию немногим выше обозначенного на них номинала. Во втором случае гиперинфляция и последующая деноминация превратила их в копейки. Рассмотрим также предметы, которые стоят подороже иных золотых монет. На ваших экранах показан транспортный сертификат комиссариата путей сообщения 1923 года. Друзья, эмиссию производили для выдачи работникам, осуществлявшим железнодорожные, морские и речные перевозки. В отличие от совзнаков, которые непрестанно дешевели, сертификаты имели привязку к золотому рублю. Платежные обязательства Центральной кассы Народного комиссариата финансов РСФСР является настоящим сокровищем для банистов. Они имели доходность 6% в месяц и предусматривали срок оплаты через 3 месяца после выпуска. Эти ценные бумаги предполагалось использовать для расчетов между предприятиями. Они принимались к оплате 1 год с момента указанного срока оплаты. Известны в качестве образцов. Друзья, и в завершении обзора давайте рассмотрим, где и как продать советские бумажные деньги. В отличие от многих антикварных магазинов, выплачивающих минимальную стоимость, невзирая на разновидности и редкие серии, интернет-ресурс Виолити обращает внимание на всевозможные нюансы, связанные с коллекционированием БОМ. Но если непременно хочется попробовать продать коллекцию самому, рассматривайте для этого всевозможные способы. Многие используют для реализации старых банкнот электронные доски объявлений. Там есть большая вероятность найти покупателя, живущего в том же населенном пункте, что и вы. Выставлять нечастые боны разумнее в местах, где собираются коллекционеры со всего мира. Если выход на зарубежные платформы затруднен, то подойдут и отечественные площадки. Я лично рекомендую интернет-ресурс Виолити. Регистрация на котором не занимает много времени и не требуется личного присутствия при продаже. И очень важный момент. Огромное количество потенциальных покупателей значительно повысит вероятность продажи. Друзья, ссылку на интернет-ресурс Виолити вы увидите под этим видео в описании. Жители больших городов могут посетить клубы коллекционеров. Здесь высший шанс отыскать собирателя. Готово заплатить больше, чем минимальная цена интернета аукциона. Однако время продажи может затянуться. Возможно, пройдет немало времени, прежде чем в клубе появится человек, которому нужна именно такая банкнота, как у вас. Зато в процессе его поиска можно найти немало друзей по коллекционированию, что иногда куда ценнее продажи самой дорогой банкноты. И возвращаясь к непродаваемым банкнотам позднего СССР, можно заметить, что к ним растет интерес со стороны изготовителей сувениров, которые найдут, куда вставить самую затертую и истерзанную банкноту. Возможно, стоит поискать, чтобы продать бумажные деньги для их поделок. И тогда банкноты, не пригодившиеся абонистам, послужат появлению оригинального произведения искусства. Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья. Редактор субтитров А.Семкин